Эфир седьмого продолжает лайв в студии. В ближайшее время буду с вами я, Елена Ротари. И тема нашего эфира «Смог в столице. Стоит ли опасаться Одесситам?» Гости нашего эфира Владислав Болинский, глава общественной организации «Зелёный лист». И сегодня телезрителям мы задаём такой вопрос, что больше вас беспокоит, коронавирус или загрязнение воздуха? Тему мы сегодня выбрали не случайно, потому что в Киеве впервые, наверное, за многое время сегодня был зафиксирован самый загрязнённый индекс загрязнения воздуха во всём мире. 308 пунктов было в 11.30 и уже ближе к обеду у нас было 108 пунктов и немножко опустилось. Кто-то говорит, что это следствие пожаров в Чернобыльской зоне, кто-то говорит, что это следствие того, что у нас была зима такая сухая. По вашему мнению, что стало причиной вот такого смога и стоит ли опасаться? Ну, однозначно, что причиной смога в первую очередь стал ветер. Серьёзные такие вот ветровые волнения не наблюдались и в Одессе, но в меньшей степени. Ну и уже понятно, а что вот принёс ветер? А ветер принёс последствия той абсолютно бездумной экологической политики, которую на протяжении как минимум 20 лет мы можем наблюдать в нашем государстве в Украине. И, естественно, последствия пожаров серьёзных. Это не только в зоне отчуждения, но и последствия пожаров, которые непосредственно в районе Киева. Я слышал, что и Голосиевский парк горел, и ряд других лесистых районов. Пылевая буря — это уже та реальность, с которой нам придётся жить. И заявления со стороны, скажем, чиновников государственных, они, честно говоря, меня тревожат своей абсолютной, ну я даже не могу сказать... Непрофессионализмом. Непрофессионализмом, да, своей безалаберностью, вот какое слово напрашивается. Потому что говорить о том, что, допустим, в составе смога нет дымового облака, которое пришло, допустим, с зоны Чернобыля, и оно безопасно. Ну, во-первых, а кто проверял состав этих полевых загрязнителей? Мы, кстати, немножко позже мы дадим комментарии, там как раз будут по составу. Я хочу, чтобы потом вы прокомментировали как раз то, что скажут. Да, это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что само по себе и смог, дым, и вот эти полевые частицы, они уже сами по себе очень опасны. Поэтому даже если это последствия чисто полевой бури, то у нас почвы — это чернозёмы с большим содержанием и органических веществ, и очень большое количество и бактерий, и грибков. Поэтому я даже не буду говорить о возможных аллергических реакциях, как последствия. Я буду говорить о том, что состав такой достаточно канцерогенный, и чисто исходя из химического состава. А вообще, если говорить о таком дисперсном составе, о том, что Всемирная организация здравоохранения, в принципе, вне зависимости от происхождения полевых частиц, она определила мелкодисперсную пыль как крайне опасную для здоровья. Речь идёт о так называемых ПМ, частицах ПМ 2,5 и 10. Ну, это размер, это в микронах. ПМ 2,5 и 10. И во всём мире существуют сейчас системы мониторинга за вот такими частицами, независимо от природы их возникновения. То есть, в данном случае, кроме того, что чисто физически эти частицы, они очень вредны, крайне вредны, то мы здесь сталкиваемся ещё с химическим составом, который вызван продуктами горения. Там сотни различных веществ, в том числе достаточно ядовитых веществ. И содержание плодородного слоя почвы. У нас с нами на связи наш корреспондент из Киева, Богдан Красавцев. Богдан, я бы хотела у тебя спросить, как тебе дышится и какая у вас обстановка сейчас в Киеве? Приветствую студию, приветствую гостя и зрителей. Могу сказать, что в Киеве обстановка улучшается, но, конечно, такая мощная была задымленность ещё со вчерашней ночи, потому что, если мы говорим именно о Киеве, о спальных районах, где я, собственно, и проживаю, это левый берег столицы, то ситуация, как показывают сайты, которые мониторят воздух, качество воздуха, то, конечно, была наиболее худшая именно ситуация на левом берегу и частично ещё и на правом берегу. Это Борщаговка, в частности, Аболонь. Ну, могу сказать, что действительно было очень неприятно это всё, конечно, и могу сказать, что и на утро это всё сохраняется, но, безусловно, к обеду уже становилось лучше. Но если даже мы говорим не о Киеве, а про область, то, безусловно, в области тоже мы можем наблюдать ухудшение качества воздуха. Это, в частности, Бровары, например, город Боерка. То есть это не так далеко от Киева, максимум 10-15 километров, но, тем не менее, и там это тоже чувствуется. В целом могу сказать, что вчера, конечно, погода была страшная, потому что был сильнейший ветер, такой ураганный, и поэтому весь просто буквально вот этот смог пылевой, это всё вот так вот в воздухе витало, и даже поэтому власти киевские обратились к жителям с просьбой оставаться дома, чтобы ни в коем случае там не попасть под, предположим, какие-то возможные... Возможно, если там дерево упадёт или щиты рекламные, и, как мы знаем, да, вот мост, который строится сейчас в Киеве на левый берег, там конструкции из-за этого сильного ветра были разрушены. Студия. Богдан, скажи, есть ли какая-то паника, связанная как раз вот, скажем так, со смогом в Киеве, потому что я видела эти машины, которые моют улицы, и, наверное, последний раз я такое количество наблюдала ещё, наверное, из кадров документальных после Чернобыля, когда Киев мыли дома пожарной машины. Это правда, да. По состоянию на сегодня или даже, скажем так, ночью было принято специальное распоряжение киевской властью о том, чтобы выехали такие поливальные машины на дороге столицы, и не только в центральной части, но и в спальных районах были заметны. Это большие машины с водой, и, как ещё утверждается, там есть мышь, как бы это похоже больше на шампунь или мылевой, ну, раствор из мыла. И, собственно, да, вот эти машины ездят и поливают улицы. Насколько это эффективно сказать, очень сложно. Что касается паники среди населения, то могу сказать, что, допустим, сегодня даже я сам, выходя в магазин утром, ну, как обычно, да, мы все это делаем каждый день, надеваем маску, это для нас уже привычно, вышел на улицу. Могу сказать, что в маске не так чувствуется эта гарь, но люди стараются как можно скорее дойти там до, предположим, дома или до продуктового магазина. То есть люди спешат, поскольку я понимаю, конечно, эта ситуация всех очень беспокоит. Студия. Спасибо большое, Богдан. Берегите себя и оставайтесь дома. Влад, скажи, насколько ситуация, мы наблюдали в прошлом году, когда у нас в прошлом или позапрошлом, когда у нас на снегу было такое желтое, песчаное, и недавно у нас была полевая буря, насколько для Одессы это станет типичным, возможно, как и в Киеве? Для Одессы в первую очередь. Одесса будет значительно больше страдать от полевых бурь, хотя бы потому, что мы находимся в аридной зоне, зона так называемого рискованного земледелия. И сейчас в результате климатических изменений и опять же в результате вот этой бездумной экологической политики или отсутствия контроля со стороны государства происходит, ну, скажем, в результате изменений климатических глобальных опустынивания территории, а вот как раз в результате вырубки такой бездумной полизаградительных полос, лесополос, и распашки, чрезмерной распашки земли, даже, скажем так, в урезе водоемов, что противоречит водному кодексу, мы получаем вот такие вот очень серьезные полевые нагрузки, потому что структура почвы меняется в результате недостаточного увлажнения. Почва просто теряет свою структуру и превращается в пыль. А вот эти вот стоящие сухими вспаханные поля, конечно же, при ветре значительном, это очень большие такие полевые бассейны, полисборные. Поэтому для Одессы это станет одним из основных загрязнителей. Я уже наблюдаю, у нас есть эти станции, их немного, потому что организация Save Dnepro, которая разместила их в большом количестве в Запорожье, в Кривом Роге, в Днепре и в Киеве в том числе. Она приезжала и сюда, и мы закупили. Наша организация, Зелёный Лиз, закупила несколько таких станций. И, по крайней мере, вот эти маркеры ПМ, частицы определенной фракции, мы наблюдаем. Но вот по как раз этим частицам очень хорошо отслеживать именно содержание в воздухе полевых и частиц смога, потому что это соответствует и тому, и другому. Вот до, буквально во время карантина, когда, казалось бы, нагрузка очень, ну, я имею в виду техногенная нагрузка на атмосферу достаточно низкая, у нас всё равно эти показатели были достаточно плохими по станциям. И карантин внёс, видите, изменения в нашей работе и с нами на скайп-связи ректор Экологического университета Сергей Николаевич Степаненко. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы, наверное, следили по новостям, да, то, что происходит в Киеве, и, в частности, полевая буря, и мы как раз обсуждаем, насколько ждёт это Одессу. Вот вы как специалист, скажите, стоит ли нам опасаться о пылевой буре, которая уже сегодня есть в Киеве, и дойдёт ли это до Одессы? Я думаю, что это до Одессы не дойдёт, потому что направление воздушных потоков таково, что оно, к счастью, эта пылевая буря обходит с юга Украины. Она направлена на Днепропетровск, Запорожье и далее, на восточные области Украины. Так что самое интересное, вот та информация последняя, которая мною получена, она может прозвучить достаточно сенсационно. По данным Европейского космического агентства, источником этой пыли является восточные границы Польши. Именно там в 16-го числа утром сухая пыль была поднята в атмосферу и затем поднялась в более высокие слои и попала вот, как вы видите, пересекла всю Украину. Если бы я умел работать более профессионально на Скайпе, я, может быть, показал бы вам снимки и траектории, построенные Европейским космическим агентством. Можем ли мы как-то вообще исключить пылевые бури? Что нам нужно делать для этого? Как защищаться для того, чтобы наша атмосфера и наш воздух был чище? Ну, я могу сказать, что пылевые бури — это следствие двух причин. Первая причина — это нарушение агротехнических приёмов обработки почвы в сельскохозяйственных угодьях. Вторая причина — это, конечно же, та засуха, которая развивается с ноября-октября месяца прошлого года в Восточной Европе, и которая, к сожалению, будет продолжаться. Ну и третье — это то известное мероприятие, которое было сделано ещё в середине прошлого века. Это лесополосы, которые были посажены и которые прекрасно защищали нашу южную степь и не только южную степь от таких пылевых бурь, которые наблюдались достаточно часто. Так что мероприятия известны, мероприятия понятны, что нужно делать. Но я не думаю, что в условиях изменений, тех изменений климата, которые сейчас происходят, мы сможем каким-то образом уберечься от этих пылевых бурь. Я дальше, наверное, не буду продолжать, потому что я могу много и долго рассказывать о сугубо метеорологических аспектах разрушения арктического полярного вихря и так далее. И сегодня много достаточно приходит информации об этом. И как раз ось струйного течения сместилась к югу и проходит в том числе через территорию Украины. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хочется, чтобы сейчас наша страна вся кинулась на защиту медиков. Очень хочется, чтобы наша страна также кинулась и на защиту наших учёных, потому что всё-таки мы видим, что без учёных мы никуда не денемся. Будьте здоровы и берегите свою семью. Спасибо. Фактически вы с ректором университета говорили об одном и том же, да? И он также согласен с тем, что сегодня у нас произошла вырубка вот этих вот лесных полос, которые защищали юг Одесской области в том числе. Да, конечно. Но видите, в данном случае причина, вот как говорит Сергей, это глобального характера, потому что воздушные массы действительно могут переноситься достаточно далеко и в том числе переносить и пылевые потоки. Но глобально, как я уже говорил, Одесса так или иначе будет сталкиваться всё чаще и чаще с подобными явлениями. Они были и в прошлом году, и очень часто, и будут наблюдаться ещё чаще. Они, может быть, локального характера, потому что, если мы помним, буквально два года назад были такие явления, когда снег жёлтый выпадал, и мы говорили о том, что эта песчаная буря с Сахары, такая вот масштабная, пришла. И здесь всё-таки мы должны понимать, что бури, вот пылевые бури, которые связаны с нашим плодородным слоем чернозёма, они всё-таки значительно более опасны. Потому что если мы говорим о песчаных бурях, то там в первую очередь повреждающее действие, механическое действие этих кристаллов. Эти же кристаллы кремния, они есть и в нашей почве, но к ним ещё также добавляется канцерогенное действие органических веществ, которые очень в большом количестве содержатся, ну, гумус, так называемый слой. И ряда других опасных уже для организма веществ. Это первое. И второе, конечно же, надо понимать, что почва в результате эрозии теряет свои свойства. Поэтому все те мероприятия, которые направлены на разделение полей и так далее, они очень важны. Но я согласен абсолютно с Сергеем, что сейчас проводить их в силу как раз этой оридности, ну, невозможно, потому что деревья не так просто высадить и выходить. Это очень сложно, и это очень большие затраты. Я бы хотела, чтобы режиссёры сейчас показали онлайн-карту загрязнения воздуха Одессы. На экран выявили. Несмотря на то, что у нас нету пылевых бурь, у нас только в одном месте фиксируется низкий уровень загрязнённости. Это как раз место нашего телеканала. Вот зелёненькое такое я показываю. В центре города у нас средний уровень, а всё остальное и посёлок Котовского, посмотрите, это красный цвет. Это означает, что в Одессе, несмотря на отсутствие пылевых бурь, у нас очень высокий уровень загрязнения воздуха. Нет, нет, как раз это говорит о том, что в Одессе сейчас наблюдается последствие пылевой бури. Да, потому что с утра были другие показатели. Я наблюдаю, потому что одна из станций у меня за окном, но это не имеет значения, они всё равно онлайн доступны. Но я ещё с утра заметил такую дымку характерную, то есть равномерную дымку, как облачность, только она такая вот сероватого цвета. И я понял, что пылевая буря, это, вероятно, локальная пылевая буря, но у нас тоже наблюдается. Поэтому это вот последствия и подтверждение моих догадок. Я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиду, что он сказал по поводу пылевой бурь в столице. Протягом наиболее 10 дней мы не ждем опадов на территории Украины, за выводом крайнего захода Украины. То есть в районах, где спостерегается горение травы, торфа и леса, не будет опадов, но и не будет поселения швидкости витру до таких значительных величин. Средняя швидкость витру складывается от 7 до 12 метров на секунду, а его направление будет практически неизменным и становится 270-300 градусов, то есть практически в западном направлении. Апиаційный монетуринг выполняется в постоянном режиме. Он выполняется как в зоне отчужения на 15 пунктах спостережения, так и Украинским гидрометцентром, Центральной геофизической обсерваторией. Кроме вымирювания гамма-фону, еще также шляхом радиоспектрометрии визначается, какие радооактивные элементы попадают в атмосферу и выпадают на поверхню Земли. Серед этих элементов, конечно, отмечено очень микроскопичное увеличение концентрации Цезии-137, а уровень гамма-фону как в зоне отчужения, так и за ее межами практически не изменился. Что это за элементы, которые... Ну вот видите, мы говорим про гамма-випроменивание, при этом не говорим про бета, потому что основной состав излучения данных изотопов, я имею в виду Цезии-Стронций, Стронций-90 и Цезий-137, это бета-излучение. Оно проще замеряется, в отличие от Альфа, и оно имеет значительно большую проникающую способность, скажем так. И, естественно, если мы говорим о повышении... То есть я, правда, не понял, в каком районе замеряли изотопы. В Киеве? В Киевской области, Житомирская. А, в Киеве. Ну то есть, соответственно, мы должны тогда понимать, что это облако, которое в результате горения в зоне отчуждения, оно все-таки по направлению Киева тоже пришло. Может быть, незначительно, таким образом становится вопрос, а как же быть о концентрациях этих радионуклеидов как раз в основном направлении продвижения облака? Понимаете? Потому что мы говорим о том, что уже 14-го числа выпали осадки. Естественно, что все эти частицы, содержащие в том числе радионуклеиды, и это не только цезий и стронций, там целый ряд уже других изотопов, которые образуются в процессе распада этих двух элементов, и они тоже радиоактивные. Они есть, и их не может не быть. Мы же понимаем прекрасно, что эта зона имеет границы именно потому, что было заражение в том числе радионуклеидами. Да, основным источником в первые дни был изотоп йоду-131, период полураспада которого порядка 8 дней. И потом, конечно же, его концентрация значительно и значительно уменьшалась. Но также очень большое содержание цезия и стронция, которые являются основными загрязнителями. Период полураспада этих элементов 28 и 30 лет. То есть их как раз концентрация значительно за это время, значительно принципиально не могла измениться. И именно поэтому я говорю о в том числе бездумной государственной политике, потому что мы пытаемся погасить волну паники, вместо того, чтобы просто предоставить людям карту ветров, каким образом продвигалось это облако дыма. Ну, понимаете, вслед за этим необходимо будет разбираться вообще, а почему сотрудники ДСНС работали без изолирующих костюмов? Я сейчас к ДСНС. Сегодня Украина отмечает День пожарного спасателя. И, наверное, этим мы и будем заканчивать наш эфир. И большая благодарность тем спасателям, которые сейчас находятся как раз в Чернобыльской зоне. Им, безусловно, здоровья мы пожелаем. Мы уже просто пересидели наш эфир. И буквально через несколько секунд на седьмом канале мировые новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова